Приветствую вас! Ну, честно говоря, я думаю, что можно было бы к психологу вам обратиться, вот, абсолютно не вижу в этом ничего в данном случае плохого, вот, вы говорите о своем состоянии, но я бы обратил внимание на те аспекты, на аспекты того, как это состояние возникает. Вы не замечаете, очевидно, что с вами происходит в момент этого состояния. Вы пишите, что первый раз у вас состояние было, когда вы расстались со своим мужем осенью 2014 года. Вообще, конечно, несколько, это, ну, несколько, да, обращаясь, я бы сказал на себя внимание, что вы, вот, сепетильны к дамам. Что вы сепетильны к тому, что к дам произошло. Я бы отдельно хотел спросить, а, какое значение для вас имели, вот, вот, фиксация, да, когда, там, и так далее. Вот, если это склонность, например, к контролю, то есть, если вы таким образом проявляете свою склонность в себя контролировать и контролировать свою жизнь, то это, как раз таки, уже может быть точка-точка отсюда, с которой можно, в принципе, работать. Так вот, у вас состояние первый раз появилось, когда вы расстались со своим мужем. Что-то тогда вы, наверное, почувствовали, что-то тогда вы, наверное, подумали. Вот, как-то вы, наверное, вы со своим чувством в тот момент. Тогда, скорее всего, обратились. И вот задача нас, как психологов, помочь вам увидеть, что в тот момент произошло. Вот, потому что вы, в какой-то степени описываете проявление аутоагрессии, в какой-то степени, что вы себя, как будто бы, ну, за что-то наказываете, да, вы себя, как будто бы, за что-то почувствуете. Вот, хотя, понятное дело, что сами вы этого, может быть, даже и не осознаете, но это важно, чтобы вы это понимали. Это увидели. Это видели. Вот. И, соответственно, дальше у вас это состояние, очевидно, связано с тем, одна вы находитесь или нет. Вот. И, соответственно, нужно обращать внимание. И, соответственно, это тоже нужно обращать внимание. Поэтому, в первую очередь, в первую очередь, если я хочу, чтобы вы сделали это посмотрели на свои мысли, на свои чувства, когда они возникают, когда они возникают. Думаю, что большого труда вам это не состоит. Я думаю, что большого труда вам не должно это составить. Я только думаю. Вот. Но, может быть, будет непросто. Может быть, будет непросто. Вот. В том смысле, что, если вы, грубо говоря, если вы не привыкли это делать, да, если вы не привыкли, вот, ну, ну, в таком вот, в таком ключе мысли, да, если вы не привыкли в таком аспекте двигаться, то, конечно, вам будет тяжело, конечно, вам будет непривычно. Вот. Ну, повторюсь, это не играет особой роли, если нужно выяснить, что с вами, например, происходит, да. Вот. Поэтому, вот, даже если будет непросто, вот, даже если будет, а, легко, все равно будет, нужно разобраться с тем, что с вами происходит. И понятно, что вы будете блокировать, а, какие-то проявления свои, потому что вам будет страшно, вам будет тяжело, вам будет, а, вероятно, вероятно, вам будет, а, больно даже, потому что в этих мыслях убегается, что, вот, вы же от них бежите, от этих мыслей. Вот. Ага, они, эти мысли, они, 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 как бы, никуда не деваются. Вот. К сожалению. Поэтому вот такая история, такой момент. И, соответственно, обратите внимание, в первую очередь, на Apple. А дальше уже можно будет говорить, там, про что-то дальше. Ну, то есть, дальше уже можно будет говорить про другие элементы, про другие аспекты. Вот. Понимаете, да? Вот, примерно так, я думаю, можно вам ответить. Больше, ну, больше, пожалуй, сейчас сказать ничего, чтобы не было, поэтому можно только приплачить, если сделать с ними, например, например, что вам очень... тяжело дал, род ... от расставанияm вообще, тяжело давать расставанияm люди. Потому что вы к ним там привязываются, вам нужны люди, да да, 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 да. Возможно, но не факт. Возможно, что вам сложно себя заняться. То есть когда вы ничем не заняты, когда вы ничего не делаете, когда вы ничем не занимаетесь, да, например, то вам тяжело, вполне вероятно, и вы не знаете, что называется куда сходить, это такой тоже достаточно важный момент, то есть часто у людей возникают, ну возникают, точнее, подобные проблемы, такое бывает, конечно, вот, и, ну, соответственно, нужно, на мой взгляд, ну, нужно смотреть, исследовать и так далее. Вот. То есть я бы не сказал бы, что вам надо сразу, там, врачу, психиатру, и так далее. Ладно. Я бы сказал, что, ну, если это состояние не угрожает вашей жизни, то вам можно и с психологом, в принципе, поговорить, поработиться. Возможно, это поможет, а если регулярно это будете делать, то вообще можете полностью избавиться от этого состояния. Вот. А я, например, могу его связать с первое, там, ощущение, бессмысленности, вот, ну, вашей, вот, то, как вы это чувствуете, да, ощущение, ну, бессмысленности. Вот. И я могу сделать, как бы, предположение, что я себе не люблю, ну, то есть вы себе не любите. Вот. Я могу сделать такое предположение. Наверное, что это только на уровне предположений. Вот. И, соответственно, вполне конкретный станок, вполне конкретные мысли, от которых вы пытаетесь избежать от этого. Вполне конкретные, конкретные, вполне, моменты, которые вы пытаетесь себя подавить, потому что это достаточно больно, это достаточно трудно, это достаточно тяжело, вот, и ничего удивительного нет в том, что вы пытаетесь в городу и убежаете, и убегаете вы в это состояние. Вот. Ну, другой вопрос, как вы, как вы, наверное, уже с нами поняли, другой вопрос, что это не работает, что это состояние, ну, вам не сейчас является оно защитным механизмом вашей психики, вот, и предлагает вам содержать такой вот статус. Одна проблема, что этот статус, этот статус, кого он выбирается именно вашим патентом. Да? Ну, то есть это не то, что вы бы сами для себя посчитали и вы чем-то, чем-то, чем-то хорошим. Вот. И отсюда заказывает такое количество у вас проблем, чем вами, вот, вы говорите о своем состоянии, как о чем-то, очень, таком, знаете, отстраненном. И, ну, вот, это как о чем-то, таком... Вы оставали свое, это вроде бы, со мной происходит, вроде бы, вроде бы со мной, вроде бы, со мной, вроде бы, со мной, вроде бы. Но, в то же время, в то же время, и не со мной, понимаете, какая штука. И вот это, конечно, очень серьёзно, потому что, ну, когда, ну, когда вроде бы, когда вроде бы это происходит со мной, а в то же время нет, то тут появляется вопрос. И вопрос, конечно, в первую очередь, появляется, насколько вы вот видите, там, допустим, не знаю, свою связь с этим состоянием. Вот. Насколько вы это состояние от себя, ну, эм, насколько вы это состояние от себя стараетесь брать. Вот. Я бы так, наверное, сказал. Вот. И дальше уже нужно смотреть. Дальше уже нужно смотреть. Дальше уже нужно следовать, а дальше уже нужно смотреть, как. как, эм, выксобиатность в цел. Вот. Ну, вообще, вот. Так вот, так вот. Если мы берём, ну, если мы берём, эм, глобальную какую-то историю, вот, да, то, как, как бы, собиатность. Вот. Мне всё это подсказывает, что, эм, не очень хорошо выкрепил. Вот. Вот. Могу ошибаться. Могу ошибаться. Могу быть. Могу быть. Не брать. Вот. Ну, не так. Кажется. Мне так видится. Вот. Я не... Ну, я не предлагаю вас, эм, как-то, эм, согласиться. Вот. Прямо, прямо сейчас. Вот. Ну, надеюсь, что какую-то, вот, э, какую-то, надеюсь, пищу для размышлений я вам, я вам, вот. Очень мне хотелось бы, э, в это верить. Вот. Получил. Мне дать какую-то вам пищу для размышлений. Вот. А дальше, дальше, решать вам, э, как, э, ну, к себе относиться. Вот. Дальше, решать вам, мне кажется. Вот. Ну, и повторюсь, я бы, я бы, я бы не говорил про, о, обязательное посещение врача, о, психиатра. Ну, показываю. Вот как-то так. В этом все. Надеюсь, что помогло. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это поможет вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Под processo oldу associates conseguir эвотографии. 馬ة mit��юлях. ВысвH. Удачи. Продолжение следует...